Всех приветствую на своем канале. Почему без статива? Потому что мне так удобно. Кому это неудобно, то можете не смотреть. Видос будет посвящен моему очень негативному отзыву, спонтанному, совершенно случайному, совершенно внезапному для меня самой. Вот этому крему, не могу сказать шикарному, от Фаберлик, от Аленки. Он изначально был не то чтобы зафольгирован, вот здесь была такая фигня. Опасно открывать для меня. Причем здесь была такая фигня пластиковая, ее можно было отсобачить и только после того, как отсобачишь, открывать. Крычка у него не открывается, он не был зафольгированным, потому что крышечка не открывается. Это у нас шикарный крем от Фаберлик про руки. Крем для рук, комплексный уход, алантаин, депантенол, масло подсолнечника. У меня до сих пор все чешется. Краснота, конечно, прошла, но трындец такой у меня от какой-нибудь шоколадки с кучей е. Или какой-нибудь еды с непонятным е и пальмовым маслом, такого не было. Я помню, когда я была на работе, еще тогда, ну может летом, в прошлом году, сидела как-то, что-то такое переела, у меня в течение шести часов у меня всю кожа горела, глаза чесались, что только не чесалось, а вот прям вот такая ветрянка отдыхает, это какой-то адовый трындец был. И мне тогда еще писали, что типа у тебя не на ешке, у тебя на что-то другое, попробуй другую, пятое, десятое, но у меня на какие-то определенные ешки. Я не знаю, что сюда кладут эти сказочные фаберлик, но у меня, наверное, уже, ну у меня однажды была аллергия адовая на увлажняющий бальзам для губ. Аленка дарила какой-то, ей очень нравился такой густой, жирный, все шикарно, в общем, ей нравился. У меня дико драло губы, у меня что только не было от этого бальзама. Кучу раз я ему давала тогда, скажем так, возможность показать себе случай стороны, но облом. Еще помню, у меня на какую-то хрень этот фаберлик тоже был трындец какой-то же адовый. Вот почему-то на остатки былой роскоши вот этой помады у меня нормальная реакция. Видимо, на какую-то вот чисто то, что с краской связано, вот для лица, да, у меня хорошо с ним. Духи мне их не то чтобы не нравятся, они мне никаких эффектов таких негативных не вызывают, рука дрожит, уж простите, пусть дрожит. Вот поставлю, наверное, ну не знаю, надо было куда-то поставить на какой-то постамент, чтобы видно было. Сейчас, может, что-то придумаю, на что его поставить, все равно низко. Короче, хрен с ним, пусть моя рука дрожит, если вас это напрягает, тоже валите куда подальше. Ну и, в общем, духи мне у них никогда не нравились. Не то чтобы не нравились, они, конечно, некоторые такие хорошие, вкусные, но такое ощущение, что это повторяшка. Но сейчас вот разговор именно вот об этом креме. Я позавчера им намазалась, я бегала за молоком, короче, к родственникам, за козьим, еще что-то. Но так как я сейчас ем вполне себе нормальную, здоровую пищу, и у меня, ну, стараюсь не покупать что-то с пальмовым маслом или с каким-то загадочным е, на которое у меня сверх дофига аллергия. И вообще как-то сладкое стараюсь не покупать, потому что мне либо дарят, либо в гости приносят со сладким. В общем, у меня сейчас этим сладким завались, и у меня нету аллергии вот на то сладкое, которое у меня сейчас, допустим, дома. То я долго не могла понять, что ж такое, почему меня вот все так колбасит, у меня болел. В первый раз, когда, в общем, самое интересное, у меня лежал этот крем в сумке. Лежал, и вроде как нормально, у него еще до срока годности целый месяц. Он наполовину израсходованный, после вскрытия 6 месяцев еще не прошло. И я помазала им как-то руки в гостях, была в гостях, и что-то, ну, чуть-чуть выдавилась, чуть-чуть. Я еще тогда не обратила внимания, думаю, ну, может, так на что-то аллергия. Позавчера им помазала руки. У меня болел живот, вообще, я не знаю, с чего, я не могла понять. Меня так колбасило, я думала, коньки откину конкретно так. Это еще как раз попало, когда до 4 утра закидывала, ну, редактировала в Ютубе эту хренатень после того, как меня эр кинули. Я сначала думала, что, может, потому что я поздно легла, но я периодически поздно ложусь, у меня такого трындеца, не знаю, ужаса такого, жути такой не было. Это мне надо, не знаю, неделю в 4 утра ложиться и в 6 где-нибудь вставать или в 8, чтобы у меня что-то такое было. Меня колбасило жутко. У меня чесалось все, что может чесаться. У меня просто кожа горела. Когда руки я помазала, у меня, во-первых, вдруг появилась сухость вот здесь, та, которая уже месяц как прошла, у меня до крови потрескались вот здесь вот кожица, и руки просто были краснющие. Вот у дедушки, у моего от мороза лицо было красное, потому что он пожизненно на морозе был. Вот у нас вся такая колярельская родня, частично вот такая, по-моему, мужеского пола, в основном вот по дедушкиной линии краснокожая такая. Ну, не то чтобы красная, но вот от мороза, когда побываете на морозе, у вас щечки такие красные. Если вы, конечно, ничем не напомазались, и вы, допустим, ну, если вы не штукатурите свое лицо, вышли на мороз такой конкретный зимой в России или еще где-нибудь, у вас щечки красные. Вот такого же цвета у меня была рука вот здесь, и это и да. У меня самое интересное, что я тогда еще не поняла, в чем прикол, потому что я намазалась, ну, как-то все, думаю, может так чего, может это действительно релье там на какой-то продукт, но думаю, я у родни ела исключительно то, что, ну, свое домашнее, скажем так. Дома у меня тоже не было ничего такого, от чего бы могло быть. Вчера я помазала ручки кремом, пишу своей подружке Юльке, и тут она говорила, что у нее вечно, вот, говорит, ни на какие крема не было аллергии, только на Фаберлик жутко вызывала. Вот уходовая косметика Фаберлик. Если вдруг кто пожаждал мне чего-то подарить, пожалуйста, не надо больше этого делать. Я просто уже не рискую пользоваться даже вот этой штукой, у которой через месяц закончится срок годности, она у меня совершенно не пошла, позже я про нее поговорю, ну, или там в пустых баночках уже следующего месяца, этого месяца марта, поговорю про нее. Может быть, все-таки рискну, но не знаю, вот у меня так с такой опаской сейчас на этот Фаберлик, благо я еще перерыла вечера свою полку запасливую, и у меня больше нет никакого уходового Фаберлика. Слава мне, слава, не знаю кому, слава дьяволу. Вчера я намазала руки, у меня краснота, кровь вот здесь вот по этим местам, потрескавшаяся кожа стала, у меня буквально за минуту я вся покрылась красными пятнами, включая лицо, вот это вот корка, как у меня от того крема было открытого, поюзанного, хрен знает кем, ладно, я тут немножко чутка матернулась, но я не буду это вырезать, мне тупо некогда, тупо лень и тому подобное. Если вас это тоже коробит, но вы еще до этого момента меня смотрели, можете тоже куда-нибудь валить. Короче, я не буду сейчас открывать этот крем, он белый, обычный такой крем, кремовый белый крем, густенький такой крем, скажем так, когда я им пользовалась, он мне не особо, ну не то чтобы не особо, я ему льстю, он на троечку этот крем, в плане увлажнения рук, там или еще чего-то, салантарином, маслом подсолнечника, бла-бла-бла, крем обеспечивает комплексный уход за кожей рук и ногтей. Мама! Не знаю, может за ногтями он где-то и ухаживает, ногтям повезло больше, они не краснели, может они просто не умеют краснеть. Короче, он сам по себе крем на троечку, до того, как он вот этот маразм мне выдал, я не знаю, с чем это связано, что у них тут за такой состав, такой специфический, что меня вот так вот заколбасило, у меня опять болел живот сегодня всю ночь вот так. У меня настолько, у меня даже по липам в носу появились, они у меня раньше появлялись, только если я долго-долго с насморком общаюсь. Я вчера, мне пришлось где-то в 11 вечера делать ванну с чередой, я 4 полосочки, 4 парочки, грубо говоря, 8 пакетиков зафигачила горяченькая водичка, сделала такой настойчик крутенький, обычно мне парочки пакетиков хватало на ванну зафигачила, еще соль там добавила для ванн, потому что меня уже так колбасило конкретно, а соль для ванн меня как-то оживляет, причем соль для ванн от Лёрки, вот эта крымская какая-то. И опять же Лёркин достала гель до душа, чисто шубпена была, он с эфирным маслом шалфе, очень, кстати, смахивает на какую-то снятость Глинмама, которой уже 100 лет нет, такая была хорошая, качественная вещь, заживляла мне ранки. В общем, только вот 15 минут где-то в этой ванне, с меня где-то 2 трети вот этих покраснений и чесотки сняли. Но все равно вот и благодаря сейчас вот по рекламе специально, спасибо Владу, Влад, спасибо за такую штуку шикарную, вот я, конечно, знаю, что алоэ вера в любом виде от любой фирмы хорошая штука, но благодаря Владу она вот у меня все еще есть. В общем, после душа, ванной, точнее, после ванной, потом после душа, потому что душом я смыла всю эту пенку, короче, я намазалась этой алоэкой, сегодня после душа с тем же геликом от Лёрки я опять намазалась этим алоэом, меня слегка еще колбасит, меня слегка еще что-то местами, но уже не полностью тушка, чешется, мерзкое такое дикое ощущение, вот ветрянка в квадрате, если вы ветрянку пережили, как я, где-то лет 26, это адовый какой-то трындец, это вот у меня лицо горело, я руки намазала, я руки намазала, а лицо горело, у меня лицо горело, у меня до сих пор немножко чешутся ушки, у меня чешется где-то изнутри глаз, уже не так ярко, как было, ну, вообще адовое что-то, у меня, вот чел меня только не чешется, это какой-то жуткий ужас, так что я не знаю, может, конечно, не только у меня такая июльки аллергия на этот ваш фаберлик, но вот чисто вот это вот посмотреть, на будущее просто скажу, если вдруг решит кто-нибудь, что мне нужно подарить что-то с ароматом штруделя, мороженым, вот то, что с ароматом еды такой, который типа выпечка, экстракт выпечки, он же не может быть, не надо, у меня почему-то токсикоз от этого, хотя я не беременная, ну, у меня бывает иногда на некоторые запахи, короче, он мне сначала вроде как понравился, ну, как понравился, Аленка подарила, вроде, ну, сказать, что не понравилось, человек обидится, я решила ему дать несколько шансов, сначала вроде ничего так, ну, на безрыбе и рак рыба, вроде так вот, ну, приятный аромат на теле, то есть все, жрать хочется с этого аромата, а потом у меня такой токсикоз пошел, я сюда даже чайного дерева капала эфирное масло, думала, ну, как бы обогатить то все, ну, вот он у меня уже год стоит, я очень редко его юзала, вот сколько я заюзала, и состав у нас тут, не считая воды, одна сплошная химия, чего тут может питать, вообще не представляю, короче, я не знаю, что вот с этим делать, а вот это я уже даже боюсь открывать за тестом делать, потому что это адовый ад, ну, и как бы заодно надо бы себе порекламить, да, люди, кстати, вот у меня уже три заказа было, два одному человеку, один другому, если, ну, вообще ссылка есть в инфобоксе, человек, я не рекламила эту тему, у меня вот Влад все напинал, что надо бы этим снова заниматься, занимаюсь я домашней косметикой, и вот человек мне написал чисто по информации в инфобоксе, Камен, потом вот мы с ней общались, уже непосредственно в моей группе, я считаю, конечно, кому интересно, на кому хочется, он сам залезет, или она, или он, в общем, человек сам залезет в инфобокс, без разницы, какого он пула, почитает, и то, что ему надо, он, ну, напишет там куда-то, посмотрит, или что-то сделает, но на всякий случай решила все такое сделать, как бы рекламку самой себя, блин, вот даже нос чешется, не поверите, жутко, вот сейчас, может, не видно, что у меня вот тут каких-то уже нет такой красноты, я вчера еще хотела отзыв делать, но когда я после ванны вылезла, у меня такая красная рожа была, вообще, я же не пользуюсь никакими тоналками, у меня нет никаких тоналок, то, что мне дарили, я обычно раздаривала, потому что я тестировала на себе, мне казалось, что это как-то неестественно, ну, не могу я это, не могу, и поэтому с красной рожей как-то в камеру лезть, вот было мне настолько, мне немножко было некомфортно, честно. У меня, конечно, сейчас мало чего осталось, но мыло это такая вещь, которую можно в любой момент сделать. В общем, если вы любите косметику ручной работы, и вам хочется мыться от легки, 100% правда предоплата. Вообще информация есть в инфобоксе, ссылка на мою травную группу, и в самой травной группе там, в принципе, есть и остальная информация. Вот такое мягкое мыло. Почему мягкое? В нем очень, так сказать, большое количество в составе, вот у меня даже немножко тут эта пленочка сползла, пищевая, большое количество в составе отвара ромашки, даже не то, чтобы отвара, а настоя ромашки, тут у нас еще алоэ вера, куча всяких масел, эфирных в том числе. Пахнет оно, слушайте, вот астлерозу с апельсином и лимоном, ну, лимон, не, не лимон, там мандариновое масло апельсиновое, и уже поверх там было розы, вот роза с апельсином, так, слушайте, классно сочетается. Такой интересный аромат, у меня еще жидкий вариант был, я этим жидким вариантом сейчас посуду мою. Ну, как-то так получилось, я попробовала, ну, так, немножко мылится, хорошо отмывает. В общем, мыло из основы, основа с маслом ши. Тут у нас кокосовое масло, еще что-то какое-то масло, вот эфирное масло, значит, алоэ вера сок и настой этой самой ромашки. Если вам такое интересно, то с ингал инфобокс. Поставляю, так сказать, отправляю в почту России, если, ну, я не думаю, что, хотя, вряд ли, не знаю, ну, короче, если вдруг кто-то у меня смотрит, ему хочет такое, то могу отдать, за доставку не придется платить, как бы встретимся в каком-нибудь месте, да, удобном мне и человеку. Ну, а так, доставка почты России от 300 рублей, это сходит туда сама доставка, ну, в смысле, и упаковочка этой почты России, как-то так. Ну, и частично упаковочка моя, возможно, если вдруг понадобится. Ну, и вот такие мыльца, любой, в принципе, формы, там, цветочки, еще какие-то есть, остался один, совсем один универсальный бальзам для губ и для ногтей. Можно там какие-нибудь эти места помазать. Тут частично у нас, вот с этой стороны, чуть-чуть видно, ну, так сказать, немножко пропориса попало, случайно. Вообще тут у нас воск, пчелиный, кокосовое масло, мед, еще какое-то масло, ну, и как бы два в одно. Можно как бальзам использовать, у меня сейчас вот такой же. Это не предлагает мне, потому что формочка из-под фаберлика. Кстати, был у меня тут типа скраб, мне в свое время присылали в поменяшках, фаберликовый скраб для губ, вообще адовая адность. Не знаю, мне что-то он не пошел. Ну, я его выковырила, выкинула, вымала. Хорошая баночка, вот, чисто себе делать в таких баночках. У меня тут бальзам для губ. Этот бальзам для губ как раз вот то же самое, что вот здесь. И он поверх него как раз вот эта вот помадка. Ну и да, еще делаю всякие травы, сборы всякие. Травки собираю в экологически чистом месте. Влад об этом стабильно в трансляциях, комментах пишет в этих самых чатике, рекламентные. Причем, если вам еще интересно, то могу собрать вам какой-нибудь сбор. Вот тут делала как раз девочки Юли сбор, или точнее, девочки Юли сбор я делала. Делаю вообще с своим подружком, знакомым, чисто давно уже так занимаюсь. Ну и делала ей, оставила немножко себе, попробовала, очень вкусно получилось. Ну, в основном сладость идет за счет мяты. Я даже сфоткала, потом думаю в этой своей травяной группе сделать такую маленькую информавку и собрать себе такой сбор. Короче, есть отдельные какие-то травы. Там какие-нибудь, не только травы, какие-нибудь эти самые шиповнички. Даже немножко еще осталось можжевеловых ягодок. В общем, если кому интересно, можно просто какую-то травку у меня приобрести. А можно какой-то сборчик заказать. Ну и да, я все еще как бы жду поддержки от добрых зрителей в плане финансовой монетки своего канала. Если вы хотите воскресные стримы, а я как-то до сих пор не поняла их смысл, потому что у меня, во-первых, от них устают жутко глаза. Хоть камера наверху, хоть камера на штативе. Когда камера на штативе, вот на этом, они еще больше устают, эти глаза. А в прошлый раз, в прошлое воскресенье я пошла на поводу подписчиков и провела такой эксперимент. Час у меня был днем, и потом получилось почему-то два часа вечером. Типа разделить этот стрим на два раза и на два захода. Глаза у меня дико от этого устали. Жуть. У меня потом еще как бы бессонница почему-то идет конкретно. Вот если я вечером провожу дикая бессонница, потом идет переизбытка общения. Плюс еще одно эти вопросы, которые там две трети этих вопросов постоянно повторяются из раза в раз. Из трансляции в трансляцию. Которые мне пишут в принципе эти же вопросы иногда под видео. Как бы ничего нового нету. Вот стабильный такой вопрос, сколько мне лет, есть ли у меня дети, есть ли у меня муж или еще какая-нибудь хренотень. И я решила так, если кому-то очень нужны эти трансляции, то ваши 100 рублей моя трансляция. Элементарно, да, вот, ну минимум такой. Ну конечно вы можете писать, ты такая, там, пи-пи-пи-пи-пи, мат, мне стабильно так пишут периодически, когда я об этом говорю. Но как бы я не единственная блогерка, кто как бы открывает донаты на канал, да. И в принципе благодаря вашей поддержке финансовой я купила вот этот штатив. Благодаря вашей поддержке финансовой в прошлом я купила штатив, на который я уже где-то года полтора на я снимаю. Большой такой напольный этот у нас настольный. Благодаря поддержке одного из подписчиков вы можете смотреть в нормальном качестве, отличном качестве эти самые стримы по воскресеньям. И некоторые видео, допустим, как сейчас я пишу вот на эту камеру. Логитеховскую. Вот она. Ну и, конечно, свой фотик, на который я пишу классический, я покупала за свой счет. Но большая часть из того, что вот улучшает мой канал, было именно за счет ваших донатов. Так что если вы хотите стримы или просто выразить свое спасибо, ибо как бы снимать эти видео, это, мягко говоря, очень много времени тратится. Ну даже на эти стримы вот три часа в прошлом воскресенье моего чисто личного времени ушло куда-то в никуда. Вот, допустим, просто видео записать, я его записываю, ставлю на монтаж, что-то там вырезаю, что-то нет. Пока оно монтируется, я делаю свои какие-то дела. У меня как бы одно другое другому не мешает. У меня как бы вот, ну я понимаю, как можно выделить время на то и на другое, и на свои какие-то дела. А тут чисто в ущерб каким-то своим хобби, своим делам, своему сну идет вот эта вот трансляция. Мне она как-то, в принципе, я ее не понимаю, она мне неинтересна. Не то, что неинтересна, я, конечно, могу общаться со зрителями, но мне вполне этого хватит, допустим, раз в две недели или раз в месяц. Мне даже как-то АСМР, я больше понимаю, вот как его записать, чем вот этот стрим. В общем, у меня такой вот видос. Сначала негативный негатив вот к этому крему и Фаберлику. Я не знаю, вот почему у меня ни одна каталожка. Нет, однажды, давно-давно у меня какой-то крем Эйвен вызвал аллергии. Но он просто вот, он был слишком жирный, у меня кожа была на тот момент слегка сухая, она у меня стала просто жирной. В общем, ни одна каталожка, ни один крем вот такой вот из этих каталожек, ни одно средство у меня не вызывало так часто вот какие-то разные аллергии. Потому что в Фаберлике вот этот крем для рук. И почему-то крем для ног, который мне очень нравился, он как бы пролонгированный эффект. Я тогда в пустых баночках сказала, что может быть это связано с моими там какими-то особенностями организма. Но у меня раньше он не вызывал такого, что вот я им утром мазала ножки, к вечеру они вдруг жутко воняли. У меня никогда ножки жутко потом не воняли. У меня не было такого никогда ни с чем. Видимо, что-то такое фладут в Фаберлик, как Юлька сказала, кислородная косметика задушит вас. Что как-то не со всеми организмами человеков сочетается. Тот же самый бьюти кафе, бальзам для губ, этот увлажняющий, этот адовый триндец. Что-то еще у меня просто не пошло. Я помню мыло-посуду, какой-то гелик для душа. В общем, как-то вот чисто мне это такой дизлайк. Вот это средство хорошее, ничего не говорю. Оно здесь, у меня даже 7 дней оно держится на ногтях само по себе. Ну, как бы долгое такое. Ну, не скажу, что оно там как-то укрепляет ногти, выравнивает или еще что-то. Ну, по крайней мере, я ее намазала, у меня ногтям не холодно, не жарко от этого средства. Вот эта вот помада, я уже говорила, нормально. У меня похожая помада еще есть Насте Лукьянова дарила. Ее вот лучше наносить только на какой-нибудь бальзам. Вот это даже увлажняющая помада. Ну, нет никаких там пригирок. Но вот уходовая косметика, это какой-то адовый ад. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился этот видос. Если вы еще на меня не подписаны и вам понравился этот видос, несмотря на все мои тут какие-то нестандартные вопли, тоже подписывайтесь на мой канал, а то у меня тупо по аналитике смотрят меня где-то 48% подписчики и 52% это те, кто жутко чешется нос. Те, кто, в общем, не подписаны на мой канал, если у вас есть аккаунт на Ютубе. Или у вас нет аккаунта на Ютубе, но вы меня периодически, регулярно смотрите, то можете сделать этот аккаунт на Ютубе. Он совершенно недолго делается. Ну, и я рада буду новым подписчиком, конечно же. И да. Если вам не понравился этот видос, то тоже поставьте пальчик вниз. Меня это тоже порадует. Это будет какая-то эмоция, выраженная зрителям. Поэтому, если вы решите мне что-то написать в комментарии, если это, конечно, не мат, вот я что заметила, у меня уже, ну, недели две, наверное, ничего не попадает, никаких комментов, вот в этот список слов, которые я составила благодаря негативным людям, которые ко мне приходили гадость какую-то сказать. И в спам уже ничего не попадает, на мое удивление. Вообще, вот даже с приложения захожу, с телефона вот у меня стоит уже, так это студия моя. Правда, у меня тут сейчас Инстаграм открыта. Ну, творческая студия. Возможно, она сейчас загрузится. В общем, вот такая вот. Вот так она загружается. Вот она загрузилась. У меня сейчас 5163 подписчиков. Я буду рада, если их будет, допустим, 6, 7 или 8 или 10. И вообще, я смотрела однажды видос, где-то года полтора назад, что если вы за 5 лет не собрали 10 тысяч подписчиков, ваш канал, в принципе, ну такой, на уровне хобби он... Даже не то, чтобы на уровне хобби, ему можно не существовать. Если ваш канал-то 5 лет набрал 10 тысяч подписчиков, значит, у вас, у вашего канала есть будущее. Это как-то так. Я давно это смотрела и давно хотела сказать. Вот что-то сказала. Вообще, на меня, наверное, Аленка влияет, потому что, когда ее смотришь видео, она там в конце, я хочу, чтобы вы на меня подписались, поставьте лайк, дизлайк, там подобное. Вот чистое ее влияние. Ну, она ж меня на это наведение канала сподобило. Короче, ну и да, если вы решите финансово меня поддержать, я, в принципе, я буду рада даже вашим 10 рублям. Там ссылка есть на Яндекс.Деньги. Насколько мне известно, вообще, сейчас вот мне Яндекс.Деньги скидывал пару раз на оба аккаунта. Хотя ссылка-то на один конкретный. В общем, типа, можно с карты без процентов пополнить Яндекс.Деньги. Правда, от суммы от 4 тысяч рублей. Но я не думаю, что кто-то сподобится мне от 4 тысяч рублей закинуть чисто, чтобы не сняли с него какие-то там проценты. Это чисто так вот, я говорю. Ну и, допустим, если у вас есть кошелек Яндекс.Деньги, и вы еще не знаете про такую тему, то вот такая тема есть на Яндексе. И да, еще ссылка на мою, как бы, не то чтобы ссылка, на номер моей карты сбербанковской. Если хотите меня поддержать, да, то вот Влад говорил как раз, который, сейчас еще раз порекламлю эту Холику, Холику вообще тащусь от этой фирмы. У них мыло классное. Вот этот Алоэ гель. Кстати, его можно заказать, если вы не знаете, где купить на Азоне. Он есть, этот Алоэ гель. Очень экономичный, очень классный. Ну, Алоэ сам по себе понимаете, что такое Алоэ, да? Если не понимаете, загуглите в Яндекс, куда-нибудь еще. Короче, он сказал, что с карты на карту, допустим, переводить, это если в другой области, то 1% снимается. Да, я вот как раз, когда мы с Таней были в кафешке, и она платила, допустим, наличкой, у меня было чисто только на карте, я ей потом переводила свою часть с карты на карту, как раз 1% действительно снимается. В общем так, если вам удобнее, допустим, поддержать мой канал на карту, то можете на карту. Если удобнее на Яндекс, то можете на Яндекс. Всем спасибо за просмотр. Ну и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok